Многие, живя в крупных городах, хотят уединиться с нетронутой природой. Так, недалеко от города Щучинск расположился вот такой вот глэмпинг. Сегодня мы поговорим о них. Это Тревел-дневник и я, Зарина Беккалиева. Во время отпуска люди все чаще предпочитают не экскурсии по мегаполисам, а медиативный отдых наедине с природой. Именно поэтому одним из трендов в последние годы становится экологический туризм. Но что делать, если походы с рюкзаком за плечами, палатки и кемпинги лишь добавляют стресса привыкшим к удобствам городским жителям? Отправиться отдыхать на природу в новый вид кемпинга – глэмпинг. Глэмпинг – это отдых на природе со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием. Его важное условие – он должен быть мобильным и органично вписываться в окружающую среду, не нанося ей вреда. Вы живете в легких домиках, комфортных шатрах или футуристических сферах посреди дикой природы и на удалении от цивилизации. Предназначен такой отдых для тех, кто не прочь пожить на дикой природе, но при этом в поход идти не хочет. Да и вообще может себе позволить отдых по высшему разряду даже вдали от цивилизации. Такой вид отдыха есть и в нашем регионе. Глэмпинг, который находится в природном парке Бурабай, насчитывает семь сфер. Все они имеют название планет – Меркурий, Сатурн, Венера, Луна, Земля, Юпитер и Марс. На территории глэмпинга есть общая мангальная зона, общая кухонная зона и костровая зона, также телескоп, гамаки, качели и настольные игры. В зимнее время посетители могут покататься на тюбинках с горки, а в летнее время поплавать в бассейне под открытым небом. Стоимость номеров варьируется от 45 тысяч до 85 тысяч в сутки. Семья из Нурсултана занимается данным проектом всего год и отмечает, что данный вид туризма привлекает гостей региона все больше. Мы открылись 17 июля 2021 года, чуть меньше года назад. Данная идея, открытие данного глэмпинга у нас зародилось во время пандемии, так как внутренний туризм во время пандемии, думаю, начал развиваться. Спрос появился еще больше. И мы, как семейная пара молодая, тоже любили попутешествовать по Казахстану, были почти во всех уголках нашей страны. И всегда в каком-либо месте мы не были, нам всегда не хватало какой-то изюминки в плане размещения в каком-то живописном месте, не в каких-то старых гостиницах или в старых домах отдыха, а что-то хотелось новое, наедине с природой, что-то тихое, без толпы людей. Так зародилась эта идея. Буквально за три месяца мы ее осуществили. За последние годы в одной только Европе было открыто больше сотни глэмпингом. Одними из самых известных и уникальных проектов в мире считается Sky Lodge Suite в Перу. Глэмпинг становится идеальным видом отдыха. Здесь, к тому же, в шаговой доступности находится озеро Жуки, где можно заняться рыбалкой или купаться летом. Недалеко расположены сопки и лес, в котором многие предпочитают прогуляться. С момента открытия мы уже приняли порядка пяти тысяч человек, пяти тысяч гостей. Ну и работа по улучшению, работа по развитию в данном направлении у нас продолжается. Мы каждый раз придумываем какие-то новые фишки, хотим как-то более улучшить отдых наших гостей. Поток туристов приходится на летний период. Тем не менее, глэмпинг принимает гостей круглый год. Как отмечают владельцы, чаще всего гостями их глэмпинга бывают жители Нур-Султана, Кокшитау, Караганды, Павладара и Петропавловска, а также туристы из ближнего и дальнего зарубежья. Меня зовут Милена. Мы с подругой приехали из города Павладар, проделали такой огромный путь, чтобы отдохнуть здесь на природе, в лесу. Нам очень понравилось, как невероятно атмосферно здесь расположены сферы и какая здесь обстановка. Мне кажется, что этот отдых отлично подходит для любой компании, с друзьями, с семьей, с любимыми людьми. И здесь можно, не знаю, почитать книжку на гамаке, просто отдохнуть, прогуляться по лесу, подышать свежим воздухом. Я надеюсь, что мы сюда еще вернемся. На территории нет кафе или ресторана, поэтому необходимо брать еду с собой. Вам предоставят кухонные принадлежности. В сферах могут разместиться до пяти человек. В целом за раз могут принять 35 гостей, ведь самое главное для людей на глэмпинге – тишина и спокойствие. Внутри шатров тепло и минималистично. Есть комфортные кровати и небольшие тумбы для личных вещей. Добро пожаловать в сферу Марс. Данная сфера и вообще в целом все сферы рассчитаны на пять человек максимум. В каждой сфере имеется вот такой вот столик со всем необходимым. Электрический чайник, чашечки, чай, кофе, сахар, водичка. У нас, кстати, своя скважина и можно пить воду прямо с крана. Она у нас чистая. Самое как бы инстаграмное место в нашем глэмпинге – это вот окно. Возле каждого окна имеются вот такие два стульчика, столик с книжечками, которые можно почитать на террасе. Домино, кондиционер. В летнее время функционирует, очень хорошо охлаждает сферу. А в зимнее время у нас имеются электрические конвектора и в каждой сфере по четыре батареи. В сфере зимой в среднем плюс 25, плюс 26 градусов. В каждой сфере есть второй этаж размещения. Можно взобраться, любоваться или с удовольствием поспать. Также обязательно условия глэмпинга, санузел со всеми удобствами. А что же за сферой? В каждой сфере имеют вот такую вот просторную террасу с вот такими вот широкими, удобными крислами. Также ручной работы. Здесь можно посидеть вечером. Мы предоставляем нашим гостям свечи. Они могут зажечь свечи, выпить бокал вина и насладиться именно тишиной. Для нашего глэмпинга самое важное концепция – это уединение с природой. Поэтому при выборе места, расположения, нам было очень важно, чтобы это также соответствовало в плане не было связи. Можно было именно побыть с собой наедине, со своей семьей, поиграть в игры. Мы предоставляем также бесплатно настольные игры для наших гостей. Мы хотим передать именно атмосферу уюта и принятия себя в этом месте и природы, конечно же. Вот мы с вами и узнали, что же такое этот глэмпинг. Думаю, каждый нашел свои плюсы и минусы такого вида туризма. Глэмпинг еще почти не распространен в Казахстане, но примеры этого вида экотуризма все же есть. Если вы готовы расширить свои туристические возможности, то обязательно попробуйте выбраться из городской суеты и побывать на глэмпинге. На этом наш выпуск завершен. Путешествуйте, открывайте для себя наш регион. С вами была Зарина Беккалиева и увидимся в следующей программе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова